О ситуации, сложившейся в деревне Даниловское Никуинского сельского поселения, наш телеканал рассказал в декабре прошлого года. Десятки жителей населенного пункта фактически перешли в разряд крепостных. Это случилось после того, как их дома, в которых они жили еще со времен Советского Союза, оказались проданы. Пострадали те, кто в свое время не озаботился оформлением жилья в собственность и продолжал жить по договору социального найма в помещениях, которые были предоставлены руководством местного сельскохозяйственного кооператива. Они в нами нам дали, как мы пришли в колхоз работать с тем условием, что мы отрабатываем 10 лет, и жилье наше, но это все на словах было при советской власти еще. Когда кооператив обанкротился, с молотка ушли и дома Даниловцев. Покупателем выступил предприниматель Александр Спиранский. Чтобы вернуть свои дома, местные жители обратились в суд с просьбой признать сделку недействительной. Однако в какой-то момент исковые требования были отозваны. Во вторник, 9 января, состоялось заключительное слушание по делу. В судебном заседании 9 января 2018 года исты заявили отказ от исковых требований. Суд отказ исков от иска принял, придя к выводу о том, что это не нарушит права и законные интересы других лиц, производство по делу прекратил. Отметим, что неожиданным такое решение Даниловцев назвать нельзя. О том, что стороны сумели найти общий язык вне зала судебного заседания, стало известно еще в декабре прошлого года. Когда дело начало приобретать крутой оборот, покупатель сам вступил в диалог с жителями. Давайте, говорит, все мирным путем решать, потому что, говорит, я такой же пешка, как и вы. То, что он якобы дал деньги колхозу в долг, колхоз вовремя долг этот не отдал и отдал наши дома ему. Но он не артачился, ничего, он сразу на компромисс с нами пошел, все. Если жители Даниловского с наступлением Нового года действительно смогли начать новую жизнь и теперь владеют своими домами и фактически, и юридически, то в соседнем Матавино схожая ситуация по-прежнему остается неразрешенной. Так, домом Марины Плюшковой по бумагам владеет заместитель председателя кооператива некто Арсентий Гусишный, который, к слову, в свое время продал дома в Даниловском предпринимателю Спиранскому. На контакт с женщиной он не идет. Более того, сам дом считается нежилым. Чтобы оспорить этот статус, жительница вызывала специальную комиссию. Но свой вердикт ее члены так и не удостужились вынести. Теперь Марина Плюшкова ждет ответа на свое заявление в прокуратуру. Заявление в прокуратуре как бы написали вкратце, да, что все-таки действия вот этого Гусишного зампредседателя, они незаконные. И сиделку попросили, чтобы это признали вообще незаконной. Ответить на обращение женщины в прокуратуре обязаны в течение 30 дней. Это значит, что ставить точку в этой истории пока рано.